Рекорды страны на телерадиоканале Страна-ФМ Самые яркие рекорды, которые были установлены недавно в нашей стране И, конечно, у нас состоится сегодня виктория И на вы не только можете узнать, но и получить приз Что очень важно, крутую кепку мы дарим страной Кепку, да, прекрасно Поэтому участвуйте, это будет чуть позже И вообще, ребята, если вы хотите установить рекорд, вы можете это сделать Что нужно прямо сейчас, какой шаг первый? Зайти на сайт книгарекордовроссии.ру, зарегистрироваться Но может участвовать только гражданин Российской Федерации Потому что это рекорды России Да Все логично Так что принимайте участие Может быть, в следующий понедельник мы расскажем именно о вас Кто знает? Кто знает, да Я вот хотел бы сказать, что я обычно рекламирую очень прямо активно наши призы Вот, кружка от телерадиоканала Страна-ФМ Которую мы разыгрываем в нашем игровом часе Она удивительная, и мы уже говорили, что она делает из обычного кофе Вернее, из растворимого, молотый Вот, а чай превращается в... Из пакетизированного, заваренный такой, целомский Просто в великолепный пуэр Вот, а кепка... Кепка это просто... Фирменная Фирменная, брендированная Представляете, вот мы про лысых разговаривали Так вот, лысый мужик надевает кепку И станет... Снимает, а там, ох, конская грива Если захочешь, конечно, если естественно, конечно Это тоже своеобразный рекорд, что творит наша кепка Да, 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 да Телерадиоканала Страна-ФМ В общем, ребята, скоро мы приступим Ну а пока, чтобы зарядиться, ЧПХ, группа Ленинград Ох, Ленинград Зажигает, зажигает Класс Еще раз всем здравствуйте Доброе утро Доброе Напоминаем, Рубы, вы находитесь сейчас в рекордной стране Да Рубрика «Рекорды страны» Телерадиоканал «Страна-ФМ» и книга «Рекорды про Россию» Представляют наш совместный проект, который так называется «Рекорды страны» И в этом часе мы расскажем о новых ярких, удивительных рекордах Которые установлены в Российской Федерации И вот, не давеча как, 28 января 2016 года В Якутии, в городе Покровск Был установлен вот какой рекорд Самый массовый забег в мире При температуре ниже минус 30 градусов В 416 человек приняли участие в забеге При температуре минус 33,6 градуса Цельсия Вот это да Да, давайте посмотрим ролик Как это было Давайте Рекорды страны На телерадиоканале «Страна-ФМ» О, побежали, побежали Вот они побежали Кошмар какой Смотри, вот для начала ребята собрались в местном дворце спорта Они прошли медицинский осмотр, что важно Правильно Регистрацию Атлеты вышли на этот старт Видишь, они идут все дружно Идут, не бегут Самый массовый забег, а люди идут Это поначалу, это поначалу Просто очень холодно, ноги не двигаются, мне кажется Замерзают Рекорды страны На телерадиоканале «Страна-ФМ» В общем, какая цель? Пропаганда бега зимой Среди школьников, молодежи и взрослого населения Зимний пробег в условиях низкой температуры Развивает у бегуна волю и характер То есть и здоровье, а волю и характер в процессе тренировочных занятий В общем, как отметил главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко До этого таких рекордов никогда не было Только у нас Может, в Аляске бегали Но там, наверное, не 416 человек, а максимум 20 Нет, вот у нас есть информация, что в Омске 357 человек участвовали в забеге При температуре минус 31 градус Но это не было зафиксировано, друзья Так вот, чтобы было зафиксировано, чтобы этот рекорд был побит Значит, вам нужно, чтобы в массовом забеге при температуре ниже 30 градусов Приняло участие на 10% человек больше, чем в установленном рекорде То есть в данном случае на 40 человек 416 пробежало На 40 человек больше Да, да, да И зарегистрироваться надо обязательно на сайте Да, книга рекордов в России Вот, точка.ру Петр Налич сейчас Вот так всегда Как говорится, Москва, говорят, для москвичей И все такое Знаешь, это футбольные знатные кричалки Вот, а видишь, Гарик Иванович Сукачев Как говорит, я подарю тебе Вот так с барского плеча Раз, подарю тебе Москву Москвич Молодец Да, ты думаешь? Любят уверенных в себе мужчин Конечно Чего так? А он, кстати, не лысый Он уверенный в себе И у него другие критерии отбора Ну, ладно Ладно, мы продолжаем Я хочу напомнить Разрешите мне, пожалуйста, Никита Напомни, пожалуйста, напомни Что мы совместно с Книгой рекордов России Мы, это телерадиоканал «Страна ФМ» Предоставляем вашему вниманию Классный проект рекорды страны Он так называется Вновь мы сейчас с вами увидим Какие-то невероятные приключения Которые сделали наши с вами соотечественники Устанавливают они яркие такие Очень интересные рекорды Да В общем, их никогда мы не догоним, мне кажется Мы с тобой? Да Конечно, нет Не будем догонять И сейчас Тем более в горах Грозного города Да, сейчас мы отправимся в Грозный Потому что там 6 августа зафиксирован Самый продолжительный танец лесгинка в мире Вау Давайте посмотрим, что это такое Рекорды страны На телерадиоканале «Страна ФМ» Вы только посмотрите, какая красота Класс В общем, жители города без остановки Исполняли национальный танец ровно 3 часа 3 часа 6 августа Город Грозный Самый продолжительный танец лесгинка в мире Ну и организовали жители города Грозного В мэрии Грозного Позвонили, да, всех обзвонили Сказали, ну-ка все танцевать Ну я думаю, что и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров был не в стороне Как он танцует прекрасно Великолепно просто Очень хорошо Но еще было бы, наверное, круче Если бы танцевали одни и те же люди Не просто выходили из толпы А одни и те же 3 часа А потом бац! И свалились Все впереди Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Что интересно Прямо счастья мог абсолютно любой Желающий Ну так вот же, я про это тебе и говорю Что из толпы люди выходили И танцевали И рекорд был зафиксирован в рамках проекта На центральном российском телеканале Участники этого проекта получили шанс Стать помощником Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова На часок Не знаю Может на денек Может и на денек Сомневаюсь Сомневаюсь Ну в общем, ты знаешь Оказывается, и этот рекорд можно побить Конечно Даже несмотря Несмотря на все сложности и трудности На все вводные Ну в общем, надо как-то увеличить, наверное, количество людей На 10% опять-таки Либо продолжительность увеличить На 10% надо увеличить количество времени То есть минимум 3 часа Сколько получается? Мне очень плохо с математикой Не получается высчитать В общем, 3 часа они танцевали Если вы на 10% больше времени потратите на лезвинку Для начала посчитаете, сколько это? Да Что же ошиблись? Вот, тогда вы попадете в Книгу рекордов России Далее Айова по курсу Итак, мы приветствуем вас вновь Телерадиоканал Страна.ФМ Книга рекордов России Продолжает знакомить вас со свежими рекордами Установленными в нашей стране В студии Никита Некрасов и Лиза Калинина Это я И мы переходим к следующей Очень важной части Еще один рекорд Прежде чем мы к этому рекорду перейдем Я должен вам сказать Что появление Книги рекордов России И нашей рубрики в эфире Я предвосхитил Ты так волнуешься, что ты заговариваешься Конечно, естественно Я сейчас все пойму Речь пойдет о великом Да Я предвосхитил, потому что я в хит-параде Об этом рекорде рассказывал Когда у нас в эфире не было еще освещения рекордов Понятно И этот, конечно, рекорд, он особенный Вангуешь? Особенный? Да нет, я о нем рассказывал, а не предсказывал Хотя можно было бы и предсказать теоретически В общем, мы сейчас расскажем о том человеке Кто провел наибольшее количество ежедневных Ежедневных, Никита Концертов подряд они происходили И не где-где, а в Государственном Кремлевском дворце В Кремле Ты так сказала, в человеке Человеке! Вот так вот Это Филипп Киркоров! Внимание на экран! Да, кстати говоря Это рекордсмен наш Это наш рекордсмен, собственно, персоной Надо сказать, что в этом году Филипп Киркоров праздновал свое 50-летие, юбилей И как раз серия этих концертов, которые Это шоу «Я» Были посвящены его юбилею И в честь своего юбилея 50-летнего Этот великолепный, не побоюсь этого слова, артист Решил подарить вот такой вот великолепный подарок Торжество С 21 по 30 апреля Слушателям, поклонникам 10 концертов он провел Подряд В общем, это, конечно, что-то Грандиозное Сможете вы, конечно, и... Чего я добавляю слово? Конечно Не конечно В общем, если хотите побить этот рекорд То вам нужно провести 11 концертов подряд В Кремле Ты не так говоришь Филипп Бедросыч, если хотите побить этот рекорд Вам надо 11 концертов провести Потому что, мне кажется, кроме Филиппа Киркорова На такие рекорды мало кто способен Алла Пугачева Алла Пугачева, нет Она уже много раз сказала, что она уходит со сцены Поэтому она уже... Вот она вернется Она... не так-то Она вернется, чтобы побить рекорд Филипп, оно Так звучало Кстати говоря, помимо концертов этих В ФОЭ Кремлевского дворца Проводилась великолепная выставка костюмов Филиппа Киркорова Которую он в том числе использовал в этом шоу Я, с которым он 10 концертов вот эти давал Ну и вообще, в принципе, сценических костюмов Филиппа Бедросыча И это, конечно, феерия Потому что каждый костюм Это произведение искусства целое Да, это что-то там Я про них читаю Там 90-х штук Они такие необычные Иберия тебе В общем, хотите побить этот рекорд 11 концертов в Кремлевском дворце Пожалуйста, мы ждем Ну что, давайте Слабо? На телерадиоканале Страна ФМ Продолжается рубрика Рекорды страны, друзья И мы дошли до самого-самого Привлекательного для вас А почему? А потому что здесь вы можете Как сказать? Выиграть приз Обогатиться Обогатиться материально Ну да Да Кепочка классная Телерадиоканала Страна ФМ У нас на кону И эту кепочку, конечно же, получит тот Кто правильно ответит на наш вопросец Я его читаю Да, давай, читай Итак, недавно в нашей стране Был обнаружен самый молодой доцент вуза Им стал Джан Кезов Батыр Махарович Который работает на кафедре Государственно-правовых дисциплин Карачаево-Черкесского филиала Московской открытой социальной академии Да Самый молодой доцент России Джан Кезов Батыр Получил свою должность в 2007 году Внимание, вопрос Сколько полных лет было рекордсмену На момент получения этой должности? У нас есть варианты Первый, 23 года Второй, 25 лет И третий, 20 лет Кстати говоря Вам нужно ответить верно Да, вам нужно ответить верно Это раз Во-вторых, прислать свой ответ правильно Третьим И вам поможет наша подсказка Которую вы сейчас можете видеть На экранах Есть фотка Которая здесь расположена На нашем столе Замечательном студийном Есть фотка И она вам поможет догадаться Каков же возраст этого декана Самого молодого Повтори, пожалуйста У нас фотография Батыра Махаровича сейчас И вопрос Сколько полных лет Этому человеку Которого вы сейчас видите на экранах Полных лет было рекордсмена На момент получения должности? Первый вариант 23 Второй, 25 И третий, 20 Вам нужно отправить сообщение Ватсап или Вайбер По номеру 909-928-189-9 И мы определились Что третье, правильное сообщение Не просто это сообщение А третье Правильное Да, сообщение Правильный ответ Станет выигрышным И этот человек получит Брендированную кепку От телерадиоканала Страна.ФМ Есть о чем побороться А мы пока Вы присылаете сообщение Перейдем к другим рекордам Давайте посмотрим Что у нас еще Было в стране Осуществлено Значит Так Новый рекорд Новый рекорд Сейчас мы узнаем Год назад Знаменитый художник Сюрреалист Решил застраховать Свои глаза и руки Как главное орудие труда Мы с тобой можем Голос и внешность Застраховать Но выяснилось Что ответственные Отечественные страховые фирмы Таких сделок не проводят И части тела Можно застраховать Только в западных компаниях В общем Он заплатил Английской компании Почти полтора миллиона рублей И таким образом Получил страховку На свои руки и глаза И вот в связи Того что был у него Несчастный случай Повредил он палец Я не буду вдаваться Подробности И получил Девять миллионов рублей Вот такие дела Какой молодец Никас Сафронов Как вкусно мы живем Еще больше О рекордах России В следующем выходе Оставайтесь с нами Ну что Книга рекордов России И наша рубрика Рекорды страны Продолжается И сейчас О свеженьких Рекордах И это Надо сказать Поражающий Вообще В принципе Сознание рекорд Итак Один из самых Свежих рекордов Самые длинные волосы В возрасте Шести лет Хочешь увидеть Баршину Вон смотри Какая И наши слушатели И зрители могут увидеть Мы показываем Фотографии рекордсменов Зовут эту девочку Дарья Болдырева Родилась она В 2011 году Проживает она В Калмыкии И в свои 6 лет Она отрастила волосы Длиной Никита 82 сантиметра Завидую тебе Дашенька Метр почти 82 сантиметра Ну ладно В общем Если вы хотите Побить этот рекорд То минимальный шаг 5 сантиметров То есть Волосы должны быть 87 сантиметров Ну естественно Свои Не нарощенные Ну конечно Вот Так Еще у меня есть рекорд Еще один рекорд Связанный с музыкой Именно Да Самая большая коллекция Катушек для магнитофона Вот такой рекорд Бобин так называемых Бобины Да Это теплое слово бобины Июня Три года назад В 2014 году Был зафиксирован Такой рекорд Самая большая коллекция Катушек для магнитофона В нашей стране Хозяин коллекции Проживает В Подмосковье В Клину Зовут его Виктор Дейбель Дейбель Замечательно Фамилия отлично В общем Он накопил Знаешь сколько катушек Знаю Сколько Тысяча девяносто четыре штуки Правильно Я подглядел Да Тысяча девяносто четыре штуки Вот ты показываешь Как раз опять на экране Виктора Дейбеля показываю Удивительные Удивительные люди В нашей стране Да Просто невероятно Тысяча девяносто четыре катушки Где же он их хранит? Дома Нет В гараже Жены уже нет Собаки уже нет Ребенок уже сказал Ну и тебе папа Папа Слушай свою музыку На кассетах Ну что А у нас была викторина У нас в этой викторине Был вопрос О самом молодом декане Мы вам задавали этот вопрос И принимали правильным третий ответ Третье сообщение Да Самый молодой доцент вуза Доцент Не декан Прошу прощения В нашей стране Батыр Джан Кезов Получил свою должность Когда ему было полных Двадцать три года Конкретно Двадцать три года Восемь месяцев Двадцать дней Правильно Кто же у нас прислал Правильный ответ Победила у нас Марина из Раменского Она была третьей У нас очень много сообщений Что меня поразило Все правильные Откуда вы знаете? Прежде только правильные сообщения Все знакомы с Батыром просто Все друзья Батыра Марина сегодня Очень удачлива Марина большая молодец Знаешь как фамилия Марина Марина Джан Кезова Из Рамского Это его супруга просто-напросто В общем с Мариной свяжется Все ей расскажет И Марина получила кепку Уху Ну а мы напоминаем Что если вы хотите Устанавливать рекорд Прославиться на всю страну Заходите на сайт Книга рекордовроссии.ру Устанавливайте рекорды Главное быть россиянином И только Да А мы с вами прощаемся Все, целуем Пока-пока До завтра Лиза Калинин, Никита Некрасов Отличного дня Пока Утром услышимся Рекорды страны На телерадиоканале Страна ФМ